Всем привет! Вы на канале Лексагон Плюс. Мы продолжаем наш курс «Французский язык для начинающих» и сегодня у нас пятнадцатый урок. В этом уроке мы будем заниматься в основном фонетикой и правилами чтения. От грамматики немножко отдохнем. Итак, нас сегодня ждет два новых звука. Мы также поговорим о таком явлении, как историческая долгота гласных. Научимся читать некоторые буквы и сочетания букв. Поговорим о множественном числе существительных. И прочитаем небольшой текст «Marinette Jou à la Poupee». И прежде чем перейти к материалам этого урока, я бы хотел сделать пару объявлений. Во-первых, я приглашаю вас подписаться на наш телеграм-канал. Во-вторых, я приглашаю вас подписаться на наш блог на Яндекс.Дзен. И в-третьих, если у вас есть желание, вы можете поддержать канал Лексагон Плюс финансово. И, пользуясь случаем, я хотел бы выразить свою благодарность тем, кто поддерживает канал через пожертвования. Ваша финансовая поддержка всегда очень кстати. Большое вам спасибо. Все необходимые ссылки вы найдете в описании к этому видео. Итак, переходим к нашему сегодняшнему уроку. И сегодня мы знакомимся с новым гласным звуком со звуком «э». И мы видим, что это закрытый гласный переднего ряда. Давайте посмотрим, что это значит. Для этого обратимся к нашей диаграмме французских неносовых гласных. Напомню, что данная диаграмма как бы изображает наш рот в профиль. Вот здесь находится наше горло, вот тут зубы, верхняя челюсть. Как правило, более выдвинута вперед по сравнению с нижней. Поэтому вся диаграмма имеет форму вот такой прямоугольной трапеции. И далее точками показаны разные гласные звуки и соответствующее им положение того участка языка, который участвует в их артикуляции. Например, при произнесении звука «и» язык, во-первых, выдвигается к зубам. Кончик его упирается в нижние зубы. Сам язык при этом сближается с небом. И поэтому такой звук мы называем передним закрытым. Передним, потому что язык выдвигается к зубам. Закрытым, потому что вот это пространство между языком и небом минимально. Рот почти закрыт. И наоборот, для произнесения звука «а» нижняя челюсть опускается, язык удаляется от неба. И звук при этом артикулируется ближе к средней части языка. Аналогичную картину мы видим и на этой схеме всех неносовых гласных французского языка. Вот здесь мы видим все передние звуки. И мы видим, что при произнесении звука «а» язык напрягается в более средней части, чем при произнесении всех других передних звуков, таких как «и», «э», «э». И мы видим, что по мере опускания нижней челюсти, звуки выстраиваются вот в такую косую линию. То есть их артикуляция смещается ближе к центру. Именно это и показывает нам данная диаграмма. Не то чтобы это суперважно, но просто чтобы вы понимали, почему вот такая странная форма у данной диаграммы. Но нас интересует вот этот звук. Мы сказали, что это закрытый передний гласный. Но все-таки на этой диаграмме мы видим, что этот звук более открытый, чем «и». Поэтому его также часто называют полузакрытым гласным. И этот звук очень похож на русский звук «э», как, например, в слове «петя». Отличие в том, что французский «э» всегда произносится напряженно и энергично. Во всем остальном это тот же самый русский «э», как в слове «петя», «меть», «петь» и так далее. И в английском языке есть тот же самый звук, как, например, в словах «bed», «кровать», «ред», «красный» и так далее. Причем британские словари в своих транскрипциях обозначают данный звук вот таким символом. А в американских словарях тот же самый звук часто обозначают вот этим символом. И здесь важно не перепутать его с французским открытым звуком «э». По французской транскрипции эти звуки не одинаковы. А в английских словарях один и тот же закрытый звук «э» может обозначаться как вот таким символом, так и вот таким. Если вы также изучаете английский, то имейте это в виду. Итак, при произнесении данного звука кончик языка упирается в нижние зубы, губы растянуты в легкую улыбку, нижняя челюсть опущена чуть ниже, чем при произнесении звука «и», буквально на несколько миллиметров. Теперь давайте сравним закрытый «и» с чуть более открытым «э». Каждый раз при произнесении данного звука вы должны чувствовать, как ваша нижняя челюсть чуть опускается. И, соответственно, опять приподнимается для произнесения «и». Произнесем вместе. «И», «э», «и», «э», «и», «э», «и», «э», «и», «э», «э». Теперь добавим согласный звук «и», «пи», «пэ». Согласный перед «э» не смягчаем. «Пэ», «би», «бэ», «фи», «фэ», «ви», «ве». ЧИ ТЕ ДИ ДЕ СИ СЕ ЗИ ШИ ШЕ ЖИ КИ КЕ ГИ ГЕ МИ МЕ НИ НЕ ЛИ ЛЕ РИ РЕ И последнее упражнение на этот звук произнесем вместе. ПЕ БЕ ФЕ ВЕ ТЕ ДЕ СЕ ЗЕ ШЕ ЖЕ КЕ ГЕ МЕ НЕ ЛЕ РЕ И теперь давайте познакомимся с нашим вторым новым звуком, а именно со звуком Э. Это так называемый огубленный или огубленный, и так и так говорят, гласный переднего ряда. Я думаю, что вы уже догадываетесь, что данный звук является ничем иным, как огубленной версией звука Э. Что мы и видим на нашей диаграмме. Точно так же, как звук Э является огубленной версией полуоткрытого звука Э, точно так же и звук Э является огубленной версией полузакрытого Э. Единственная разница между ними состоит в том, что при артикуляции Э мы растягиваем губы в улыбку, а при артикуляции Э вытягиваем губы в трубочку. Кроме того, звук Э является исторически долгим. Запомните этот термин, мы к нему еще вернемся. И давайте теперь сравним эти два звука, сделав вот это упражнение. Произнесем вместе. Э Э Э Э Э Э Э Э Э Теперь в комбинации с согласным звуком. Э 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 И последнее наше сегодняшнее упражнение произнесем как всегда вместе. Переходим к правилам чтения. Итак, буква «э» читается как «э», как например в следующих словах. Прочитаем вместе. Обратите внимание. Не забываем удлинять гласную перед удлиняющим «ж». Этаж, étape, faculté, université, Amérique. Здесь букву «э» акцент «эгю» читаем со звуком «э», а вот эту букву «э» с акцент «граве» произносим с открытым звуком «э». И получаем «э» лэн. Элэн. Ронэ. Эжени. Здесь буква сочетания «э», «ю» читается с нашим сегодняшним закрытым звуком «э». Эжени. Амели. Сесиль. Амеде. Следующее правило чтения. Союз «э», который может переводиться как «и» или «а», всегда произносится с закрытым звуком «э». А вот формы глагола «этр», такие как «тюэ» и «ле», читаются с открытым звуком «э». Сравните «э», «тюэ», «илэ», «э», «э». Почитаем следующие фразы. «Мария Марк». Не забываем делать сцепление вот здесь. Вот здесь и здесь мы произносим открытый звук «э», а здесь закрытый «э». И получаем «мэ», «рэ», «пэр». «Мэрэпэр». «Мэрэпэр». Кхаватэшумиза. Кха-ва-те-шумиза. Кхаватэшумиза. Элэлюи. Вот здесь открытый звук «э», здесь закрытый «э». Э-ле-люи. Элэлюи. Следующее правило чтения. В односложных служебных словах сочетание букв «э-эс» читается как «э». Перед словом, который начинается с гласного звука или аж немой, буква «эс» произносится в связывании как «з». Под служебными словами понимаются артикли, указательные, прилагательные, местоимения. Например, «лэ», «дэ», «сэ», «мэ», «тэ», «сэ», «дэсэр», «les cousines», «сэша», «лэ», «лэтаса». Здесь служебные слова «дэ», «ле» являются артиклями множественного числа. Мы еще сегодня о них поговорим. Состоят они из одного слога, то есть они односложные служебные слова, и сочетание «эс» в них читается с закрытым звуком «э». А если после таких служебных слов идет гласный звук или аж немая, то происходит связывание и буква «с» начинает звучать как «з». Давайте прочитаем несколько примеров. Следующее правило чтения. Буква сочетания «э», «ю», конечная или стоящая перед непроизносимой гласной или согласной, читается как «ы». Наш сегодняшний закрытый звук «ы». Давайте прочитаем примеры. «Авы». Сочетание «ы», «ы» стоит в конце, поэтому читаем его с закрытым звуком «ы». «Пнё». Интересное, кстати, слово. Означает оно «шина автомобильная» и является сокращением от слова «пневматик». «Пневматический». Продолжаем. «С». Здесь сочетание «ы», «ы» стоит перед непроизносимой согласной и поэтому читается как «ы». «С». «С». «Кр. Мьё». «Пьё». «Пьё». «Вьё». «Паэсё». «Дё». «Ё». «Ё». «Пё». Кроме того, буква сочетания «ы» перед звуком «з» тоже читается как «ы», как, например, в данных словах. Но перед тем, как мы прочитаем эти слова, давайте обсудим один интересный аспект звука «ы», а именно тот факт, что данный звук является исторически долгим. Ранее мы говорили о ритмической долготе. Помните, когда гласный оказывается в последнем слоге ритмической группы и после него идет удлиняющий согласный «р», «з», «в», «ж» или группа «в», то этот гласный удлиняется, как, например, в предложении «эль паах». Гласный «а» удлиняется перед звуком «р». Но наряду с ритмической долготой есть еще так называемая историческая долгота. Это значит, что в французском языке есть несколько специальных звуков, одним из которых является звук «э», которые всегда произносятся долго в ударном закрытом слоге. В безударном закрытом слоге такие исторически долгие гласные произносятся чуть короче, а в открытом слоге их долгота полностью исчезает. Давайте прочитаем эти слова, и вы поймете, о чем идет речь. В этом слове два слога «нерв-вё-з». Конечный слог во французском языке всегда ударный. Здесь он закрытый, потому что оканчивается на согласный звук «з», и в нем мы видим звук «ы». В таком положении исторически долгие гласные произносятся долго в ударном закрытом слоге. Поэтому данный звук необходимо произносить долго. «Нерв-вё-з». Продолжаем. «Трава-ё-з». Аналогичная ситуация. Звук «ы» находится в ударном закрытом слоге, поэтому звучит долго. «Трава-ё-з». И сравните это с произношением звука «ы» в открытом слоге, как, например, в слове «ав-вё», где он произносится кратко. «Ав-вё». Следующее правило чтения. Вот такое буквосочетание, конечное или стоящее перед непроизносимой согласной, читается как «ы». Вот такая сдвоенная буква, кстати, называется лигатура. И в французском языке есть одна вот такая лигатура. Сдвоенная буква «о-ы». И мы уже знаем, что когда такое буквосочетание стоит перед произносимой согласной, то оно читается с открытым звуком «ы», как, например, в слове «сэх». Сестра. Но когда данное буквосочетание стоит в конце слова или перед непроизносимой согласной, то оно читается с закрытым звуком «ы». Например, «в», «н», «в». Здесь буквосочетание стоит в конце слова, поэтому читается с закрытым звуком «ы». А здесь и здесь оно стоит перед непроизносимой согласной и тоже, согласно данному правилу, читается с закрытым звуком «ы». При этом, поскольку в данных словах данный звук стоит в открытом слоге, то он произносится кратко. Историческая долгота исчезает. Переходим к тексту. Как всегда, прочитаем вместе по предложениям. La petite marionette joue à la poupée. Теперь вы. Маленькая marionette играет в куклы. «Ты vois, Дани, c'est ma poupée?» «Видишь» или «Смотри, Дани, это моя кукла». «Эль сапель Барби?» «Ее зовут Барби?» «Па дю ту». «Эль сапель Мария?» «Вовсе нет. Ее зовут Мария?» «Эль эт актрис». «Она актриса». «Эль э беле?» «Эля les yeux bleus». «Les yeux bleus». «Она красивая?» «У нее...» «Голубые глаза». «Сосамди, элепуз Патрик». «В эту субботу она выходит замуж за Патрика». «Голосовое сцепление здесь...» «Жоа!» «Жоа ля пупе». «Эле...» «А здесь связание...» «Эле тактрис». «Э-ле...» «Пэль...» «Э-ла...» «Les yeux...» «Блё...» «Э-ле...» «Пуз...» «Э-ле...» «Пуз...» В первом предложении вспоминаем глагол первой группы «жуэ» с задним полугласным звуком «у», «жуэ», который переводится как «играть». В третьем лице единственного числа данный глагол имеет непроизносимое окончание «ы» и произносится как «жу». И «играть во что-то» по-французски будет «жу», «а», «келькошоз». Напоминаю, что «келькошоз» — это «что-то» по-французски. В данном предложении этим «что-то» является кукла, пупе, наше новое сегодняшнее слово. Здесь данное слово стоит в единственном числе, но тем не менее вся вот эта фраза «жуэ» а-ля пупе в инфинитиве является устойчивым выражением, которое означает «играть в куклы». То есть у маринет кукол несколько. Хотя, еще раз обращаю ваше внимание, здесь слово «кукла» стоит в единственном числе. Теперь скажите мне, пожалуйста, какого рода данное существительное? Женского. На это нам указывает определенный артикль женского рода «ля». И вообще во французском языке все существительные вот с таким окончанием являются существительными женского рода. И это окончание читается с закрытым звуком «э» — «пупе». Теперь скажите мне, пожалуйста, каким дополнением глагола «жу» является это слово? Прямым или косвенным? Косвенным. По-французски «сэ-о-и». Потому что прикрепляется к своему глаголу косвенно, через предлог «а». Далее в этом предложении мы видим полезную фразу «elle a les yeux bleus». Дословно «она имеет глаза голубые», но мы по-русски говорим «у нее голубые глаза». Очень полезная конструкция, которую вы можете использовать для описания внешности человека. И в этой фразе слово «ле» является определенным артиклем множественного числа, который произносится с закрытым звуком «э», «ле», и который не изменяется в роде. То есть он не меняет свою форму в зависимости от рода последующего существительного, в отличие от определенного артикля единственного числа, который имеет мужскую и женскую формы. «Лё» и «ля» соответственно. Во множественном числе определенный артикль имеет только одну форму «ле». Еще одно новое слово «ё» – «глаза». Обратите внимание на произношение. Сначала идет полугласный «е», а потом закрытый гласный «ы». «Ё». И поскольку вот здесь у нас происходит связывание, то вся вот эта группа существительного произносится как «les yeux bleus». Теперь пару слов о прилагательном «bleu», который может переводиться как «синий» или «голубой». Мы уже говорили, что в словарях прилагательные приводятся в мужском роде единственного числа. Это их изначальная словарная форма. Но мы также знаем, что французские прилагательные согласуются в роде и числе с существительными, к которым они относятся. И вот здесь, в этой строке, наш словарь «word reference» дает нам все возможные формы данного прилагательного. Мы видим, что в женском роде к исходной форме добавляется непроизносимая буква «э». В мужском роде множественного числа к исходной форме необходимо добавить непроизносимое окончание «эс», а в женском роде множественного числа к женской форме необходимо добавить непроизносимое окончание «эс». И эти формы мы будем выбирать в зависимости от рода и числа существительного, к которому относится наше прилагательное. Напомню, что буква F означает «femina», «женский род», сокращение MPL означает «masculin pluriel», мужской род – множественное число, и, соответственно, FPL означает «femina pluriel», «женский род» – множественное число, причем все формы данного прилагательного произносятся одинаково. Теперь вернемся к нашему тексту, и у меня к вам вопрос. Исходя из всего вышесказанного, можете ли вы мне сказать, какого рода данное существительное? Так вот, форма прилагательного «ble» однозначно нам говорит, что данное существительное, во-первых, конечно же, стоит во множественном числе, об этом нам говорит и определенный артикль множественного числа, и буква «s» на конце прилагательного, относящегося к данному слову. А во-вторых, форма данного прилагательного нам также говорит, что слово «y» является существительным мужского рода. Чтобы в этом убедиться, мы можем снова вернуться к нашей словарной статье, и вот в этой строке мы видим, что наша искомая форма является формой мужского рода множественного числа. Другими словами, данная форма используется существительными мужского рода множественного числа, такими, как, например, наше слово «les yeux». Аналогично, например, фраза «синяя кукла» по-французски будет «la poupée bleue» с «y» на конце, потому что слово «poupée» женского рода. Далее у нас новое слово «samdi», «суббота», которое всегда произносится с выпадением «y». Кроме того, запомните, что названия дней недели во французском языке «все мужского рода». Поэтому «se» – «samdi», а не «set» – «samdi». И еще один наш новый глагол «épузе», глагол первой группы, который означает «жениться на» или «выходить замуж за» кого-то. Французский глагол «épузе» передает оба этих значения. Теперь скажите мне, пожалуйста, каким дополнением является существительное «patrique» – прямым или косвенным? Прямым. По-французски «se o d» – потому что оно прикрепляется к глаголу «épузе» без предлога, напрямую. Хотя по-русски мы говорим «выйти замуж за» кого-то, «жениться на ком-то». Теперь давайте отвернемся от экрана и прочитаем этот фрагмент, ориентируясь только на слух. Начинаем. «Ла петит Маринетт жоуа ла пупе». «Ту вось, Данни, сэма пупе». «Эль саппел Барби?» «Па ду ту, ель саппел Мария. Ель ет актрис. Ель ель беле, ель а ле с ёе бле. Сэммди, ель пуз Патрик. Продолжаем. Сэ ки Патрик? Кто такой Патрик? Патрик я драматюржа. Патрик – драматург. «Ле драматюржа пуз тужур дез актрис». «Драматурги» женятся всегда на актрисах. «Драматурги» всегда женятся на актрисах. «Це натюрель?» «Это естественно». «Эле фи диз тужур дебетиза?» «А девочки говорят всегда глупости». «А девочки всегда говорят глупости». «Патрик ке драматюржа». «Ле драматюржа пуза». «Дез актрис». Новое слово «драматюржа» не меняется в зависимости от рода. «Он драматург» или «драматюржа». «Она драматург» или «драматюржа». Данное слово не изменяется по родам. В этом предложении мы видим определенный артикль множественного числа «ле» и неопределенный артикль множественного числа «дэ», который так же как и «ле» не меняется в зависимости от рода. То есть во множественном числе он имеет только одну форму «дэ». И забегая вперед скажу, что здесь определенный артикль не имеет значения определенности. Здесь определенный артикль имеет значение обобщения. То есть согласно Маринетт, вообще все драматурги женятся на актрисах. Каких-то самых разных актрисах. То же самое значение определенный артикль «ле» имеет в этом предложении. А все девочки, «фий» – это девочка, говорят постоянно глупости. Слово «глупость» произносится с закрытым звуком «э» – «бетиза». Данное слово женского рода. Также обратите внимание на положение наречия «тужур». Оно следует за глаголом. Тогда как по-русски мы, скорее всего, скажем «драматурги всегда женятся». По-французски вы должны сказать «les dramatures j'ai poussent toujours» с таким порядком слов. Теперь давайте произнесем предложение этого отрывка, ориентируясь только на слух. Повторяем за мной. Повторяем за мной. И пару слов о грамматике. Итак, во-первых, множественное число существительных образуется в большинстве случаев путем добавления окончания «с» к форме единственного числа. Точно так же, как и в случае с прилагательными. Например, «лёша», «кот», «леша», «коты» с «с» на конце. Неопределенный артикль множественного числа имеет форму «ле» в обоих родах. Например, «депупе», «куклы», «дэша», «коты», «летаса», «леваза». Артикли множественного числа по родам не изменяются. И на этом у меня всё. Если этот урок вам был полезен, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не забудьте подписаться на канал в Телеграм, на наш блог на Яндекс.Дзен. Удачи и пока!